Луиджи Виттури Преподаватель семинарии при Католическом Богословском Институте Studium Generale Marcianum, Венеция, Италия Мы остановимся на теме взаимоотношений латинской литературы, латинско-христианской литературы и Священного Писания Для начала следует понять, какую эволюцию претерпевал латинский язык Латынь претерпела три этапа изменения, особенно это касается лексического пласта языка Первый этап — это времена Сципиона Африканского, то есть Третий век до нашей эры Второй этап — времена Цицерона, Первый век до нашей эры И третий этап начинается с конца Первого века — этап развития христианской культуры Тут уже начинает появляться христианская латынь До этого христиане в Риме, Африке и Галлии говорили, писали на греческом Нужно было говорить на греческом, чтобы тебя понимали Даже литургия христианская до IV века в Риме происходит на греческом И только тогда, когда появились христиане, не знающие греческого языка Тогда греческую Библию переводят на латынь, на народный язык Тогда начинается история латинской христианской письменности Вот такая панорама А сейчас первый наш вопрос Повлиял ли язык Священного Писания на латинский язык? Ответ такой В основной структуре языка ничего не изменилось Если бы у Цицерона в I веке до н.э. была в руках книга Блаженного Августина IV века н.э., он бы понял эту книгу на уровне лексики Цицерон бы понял значение каждого отдельного слова, но он бы не понял, что значит этот текст целиком, то есть все слова вместе Вот пример Святой Иероним пишет письмо Папе Дамасу в IV веке, упоминая хитон без швов Христа Цицерон читает Туника И понимает, что да, это хитон, хитон без швов А вот Папа Дамас читает это место как единство церкви На латыни слова имеют буквальный смысл В христианской же латыни они приобретают другие значения Или еще один пример Термин доминус В классической латыни слово доминус значит господин, хозяин, дословно В христианской же латыни это слово значит бог, господь Слово доминус это перевод греческого слова кириос Кириос это перевод еврейского слова яхве Доминус это то же самое, что яхве Например, какой-нибудь римский правитель спрашивает мучеников Воскурите ли вы ладан владыке императору? Мученики отвечают У нас только один доминус Только один господь Римский наместник говорит про императора А для христиан доминус это господь То есть бог Так начинается изменяться латынь под воздействием христианства Вот еще несколько примеров Еврейские слова, присутствующие в Библии, сохраняются в латинском переводе Не переводятся, а сохраняются Саваоф, Адонаи Еврейские термины так буквально и перенесли в латинский текст Другой пример Слово «салюс», которое в классической латыни значит «спасенный на войне», «выживший на войне» Для христианской латыни «салюс» значит «спасенный Христом», а не материально И еще одно слово «кордис» по латыни «коргия» по-гречески В классическом греческом и в классической латыни это слово значит «сердце», то есть орган, который дает нам жизнь Когда же блаженный Августин употребляет слово «сердце», он имеет в виду место, тот орган, который мы чувствуем, где принимается решение, а не физический орган Итак, латынь встречается с языком Священного Писания и постепенно меняется Она мало изменяется в своей грамматической и синтаксической структуре Но сильно изменяется смысловая нагрузка слов Следующий вопрос, который мы разберем, касается отношений христиан к языческим текстам А если точнее, то можно ли быть писателем и одновременно христианином? Это вопрос, который задавал себе блаженный Иероним Вы понимаете, все книги того времени, вся литература, она языческая А библиотек, как таковых, немного Потому в то время иметь свою библиотеку было очень важно С другой стороны, очень дорого У Иеронима была своя библиотека и в Риме, и в Иерусалиме То есть он перевозил ее В то время, когда кто-то переезжал, помимо одежды с собой возили книги Самое дорогое Даже апостол Павел, когда переезжает из одного города в другой Он в одном из посланий пишет Привези мне, пожалуйста, накидку, плащ и книги еще Но вы понимаете, что эта любовь к литературе Это любовь к языческой литературе Потому что христианской еще не было И Иероним мучился этим вопросом Сейчас, когда я обратился Могу ли я продолжать читать те книги, к которым я привык? Для него это были действительно очень серьезные размышления Однажды он даже дал обещание, что больше не прикоснется к языческим книгам Но обещания не сдержал И только в конце своей жизни он обнаружил, что можно быть христианином И последователем Цицерона читать этого великого язычника Таков опыт блаженного Иеронима При этом вы знаете, что именно он перевел священное писание на латынь Но не на высокую латынь Цицерона, а на очень разговорную Латынь для идиотов в латинском значении этого слова В современном латинском языке, как и в русском, слово «идиот» обидно звучит Это оскорбление В то время идиот означало «человек из народа» Другой пример непростого отношения с Библией – это пример блаженного Августина В своей исповеди он пишет о переводах Библии, что они темные и непонятные Дело в том, что он, воспитанный на идеальной латыни, держал в руках как раз такие вульгарные переводы Они были противны его вкусу, он не мог их вынести То есть взаимоотношения блаженного Августина с библейским текстом – это в данном случае столкновение Он, великий ритор, не может принять стиль, которым написана Библия Позднее, когда Августин становится епископом и сталкивается с необходимостью толковать Библию для народа Он меняет свое мнение Он обнаруживает, что истина может быть раскрыта даже очень простыми словами Вот его мысль Библия раскрывается по мере того, как растет читатель Чем больше читатель, тем больше она ему раскрывается Следующий вопрос, который мы рассмотрим Это отношение столкновений нехристианских авторов с библейским текстом Потому что для христианских писателей перевод Библии был очень важным делом Но как обстоит ситуация с теми, кто не считал Библию богодухновенной? Были ли они знакомы с этим текстом? Ответ такой Да, они, скорее всего, были знакомы Одна из гипотез, подтверждающих эту точку зрения, касается Апулея Это известный древнеримский автор, философ-платоник Иритер Он родился за два века до Августина, тоже в Африке Как вы понимаете, в то время еще не было перевода на латынь всего Священного Писания Но некоторые послания апостола Павла совершенно точно были уже переведены Поэтому есть некая вероятность, что Апулей мог слышать их, мог знать о христианском движении О христианских группах и их текстах Некоторые признаки того, что он действительно слышал отрывки апостола Павла Присутствуют в его произведениях Первый пример – знаменитые метаморфозы Девятая книга Там представлена некая жена Мельника Которая заставляет женщин заниматься проституцией Но другая характеристика ее, что она верит в единого Бога Так вот, у этой женщины были все возможные пороки А перечисление пороков этой женщины, структура, способ перечисления, как он есть у Апулея Очень похож на одно из мест апостола Павла, где он тоже дает список грехов Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 11 В этом отрывке апостол говорит не сообщаться А дальше целый список С блудниками, лихаимцами, хищниками, идолослужителями, злоречивыми, пьяницами Апулей, описывая грехи этой женщины, которая верит в единого Бога Использует ту же самую структуру, хотя у него гораздо больше эпитетов, чем у апостола Павла Ученые, занимающиеся данным вопросом, говорят, что между этими двумя текстами очень много стилистических сходств Но этот пример еще недостаточно яркий, есть второй Это пассаж из книги Апулея «Апология» или «Амагия» Здесь содержится гораздо более, почти дословное цитирование христианского текста Кстати, это опять первое послание Павла к Каринфинам Что и в первом случае, наверное, это не случайно Надеюсь, сейчас я вам смогу немного прояснить структуру обоих отрывков, чтобы отметить их сходство Начну я с отрывка из послания апостола Павла к Каринфинам Речь о так называемом гимне любви Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, нищет своего Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит Итак, отрывок начинается с двух позитивных характеристик Любовь долготерпит, любовь милосердствует Это утверждение Дальше следуют характеристики в отрицательной форме Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится и так далее А заключается все перечислением всеобщих свойств любви Свойств распространяющихся на всех Все покрывает, всему верит, всего надеется Так вот, текст Апулея имеет точно такую же схему Гораздо более расширенную, но ровно такую же по своей структуре Если у святого апостола Павла Любовь, то у Апулея бедность Он говорит о бедности и о бедных И у Апулея точно так же Сначала перечисляются позитивные качества Скромные, смиренные, довольные малым и так далее Дальше характеристики в форме отрицания Не распалило гордыня, не разнижило разврат, не ожесточило тиранство И здесь так же текст завершается распространяющимися на всех качествами бедности Явилась зиждительницей всех государств и правонаставницей всех искусств Хвалима от всех народов Эти два текста говорят о том, что Апулей, судя по всему Имел контакты с христианскими общинами И слышал, как они говорят И слышал, как над ними издеваются в том числе И судя по проанализированным сходствам двух текстов Апулей, видимо, был знаком с первым посланием Коринфянам Или, по крайней мере, слышал из него какие-то отрывки Вы понимаете, что пока на данной стадии исследования Эти мысли всего лишь гипотеза Но достаточно интересная и имеющая некоторые подтверждения Мне кажется, что исследования о влиянии христианских текстов На языческую литературу заслуживают продолжения Продолжение следует...